Рынка долгового капитала Рынка долгового капитала Долговой рынок представлен двумя крупными блоками Первое – это рынок банковских кредитов И второе – рынок долговых ценных бумаг Если мы говорим о банковских кредитах То банки выдают кредиты юридическим лицам Выдают кредиты физическим лицам Если давать классификацию кредитов по их временному горизонту То мы можем говорить о долгосрочных кредитах Это кредиты на срок 10 и более лет Это могут быть среднесрочные кредиты От 5 до 10 И так называемые краткосрочные кредиты Которые выдаются Буквально есть кредиты Так называемый кредит овернайт Кредит на один день Бывают кредиты месячные, годовые Бывают кредиты более такие Они тоже попадают под категорию краткосрочных Но это кредиты до 3-4 лет И вот специфика рынка банковских кредитов Это безусловно универсальный финансовый инструмент Для каждого заемщика мы можем сконструировать Такой кредит, который удовлетворяет потребностям Именно данного заемщика Определенный срок вплоть до одного дня Под определенную процентную ставку Если кредиты выдаются на срок более года То, как правило, сделка структурируется так Чтобы там было обеспечение Или гарантия третьих лиц Или залог имущества данного заемщика И вот действительно Мы можем кредит сделать сугубо индивидуальный Учитывая потребности конкретного заемщика Второй сегмент долгового рынка Это рынок ценных бумаг Имеется ввиду рынок долговых ценных бумаг И в России этот сегмент представлен двумя основными финансовыми инструментами Это облигации и это векселя Безусловно, используемый спектр финансовых инструментов Он более широкий И если мы рассматриваем банковский сектор Который тоже выпускает долговые ценные бумаги То банки выпускают и депозитные сертификаты И сберегательные сертификаты Выпускают такую оригинальную ценную бумагу Как банковская книжка на предъявителя Но эти финансовые инструменты не получили достаточно широкого распространения А используются в основном два Это облигации и это векселя Когда мы говорим об облигациях То надо различать По основным имитентам Мы различаем корпоративные облигации То есть те облигации, которые выпускают предприятия Государственные, частные, акционерные общества То есть это те коммерческие фирмы Которые производят продукцию или оказывают какие-то услуги Второй тип облигаций Это государственные Термин государственный подчеркивает Что эти облигации выпускают органы федеральной власти И от лица российского правительства Государственные облигации имеют право выпускать только одна структура Это министерство финансов И третий уровень Это муниципальные облигации В мире считается, что муниципальные облигации Туда попадает широкий круг имитентов Это и субъекты Российской Федерации И местные органы власти Внутри субъекта Российской Федерации По срочности Мы различаем Опять же долгосрочные облигации Среднесрочные и краткосрочные Если говорить о корпоративных облигациях То Вот таких вот краткосрочных облигаций Предприятия не выпускают Предприятия при помощи облигаций Привлекают деньги на длительный срок И сегодня средняя продолжительность Облигационного займа Это где-то 4-5 лет Но встречаются облигационные займы И на 10, и на 15, и на 30 лет А вот когда мы говорим о Государственных облигациях То Государство Путем выпуска облигаций Может регулировать денежную массу в стране И Долгосрочные и среднесрочные Государственные облигации Это привычная картина Но Во многих странах Используются И краткосрочные облигации В России у нас одно время Были знаменитые ГКО Государственные краткосрочные Бескупонные облигации Которые сегодня не выпускаются А например там в Соединенных Штатах Америки До сих пор знаменитые американские Трежери Биллс Так называемые казначейские векселя Которые выпускает американское правительство На короткие сроки Начиная там от 30 дней 3 месяца 6 месяцев То есть за счет этого Можно регулировать Систему денежного обращения в стране И при помощи этого Вот таких вот краткосрочных Облигаций Государство может покрывать Так называемые Кассовые разрывы В бюджете Векселя Векселя Обратите внимание На стрелочке Которые мы видим на данном рисунке Это Обслуживают Краткосрочные потребности предприятий В денежных средствах И сам вексель предназначен Именно для того Чтобы обслуживать Какие-то товарные операции И если Предприятие Отгружает Свою продукцию Какому-то потребителю А потребитель Сегодня заплатить За эту продукцию Не может Ну в силу Каких-то финансовых затруднений И Переносит Платежи На будущий срок Беря отсрочку платежа 30 Там 60 дней То вот Эта отсрочка платежа Очень часто оформляется Векселями То есть Вексель Это Письменное Долговое Обязательство Заплатить Указанную сумму В указанное Время И векселя Это Бумаги Короткие Как правило Векселя Упускаются на срок В пределах Одного года И обслуживают Краткосрочные потребности Предприятий Когда мы говорим О предприятиях И за счет Каких ресурсов Формируется Капитал Компании То мы С вами Можем Видеть У компании Собственный капитал И Собственный капитал Он формируется За счет Эмиссии Акций Если мы говорим Что это Акционерное общество И инвесторы Приобретая Акции Деньги Приходят на предприятие И предприятие За счет этого Формирует свой Собственный капитал А вот Заемный капитал Предприятия Формируется За счет Двух основных Источников Это банковские кредиты И это Эмиссия Долговых ценных бумаг Если мы говорим О кредитах То конечно Кредиты Предприятие Получает у банков Банк это Кредитный институт Задача которого Заключается Именно в том Чтобы предоставить Предприятию Заемные средства И Кредиты Предоставляются Как мы с вами говорили На различные сроки На различные нужды Есть кредиты Которые предоставляются На инвестиционные цели Под реализацию Конкретного инвестиционного Проекта А есть кредиты Которые предоставляются Предприятию Для того Чтобы ликвидировать Недостаток Оборотных средств Имеется ввиду временный недостаток оборотных средств. А вот, когда предприятие делает эмиссию долговых ценных бумаг и предлагает их купить широкому кругу инвесторов, то это второй источник формирования заемного капитала. И инвесторы, покупая долговые ценные бумаги, дают предприятию деньги в долг. Обратите внимание, что банк, он с одной стороны является кредитором предприятия, если предприятие получает кредит на основании кредитного договора, но банк может быть таким же и инвестором. Банк может купить акции данного предприятия и войти в капитал данного предприятия навсегда или, может быть, на какой-то срок, когда акции в цене вырастут, банки, как правило, выходят из капитала данного предприятия, фиксируя свою прибыль. Банк может покупать и долговые ценные бумаги, которые имитирует предприятие, имеется в виду облигации или векселя. То есть банк – это действительно очень универсальный финансовый институт, который может проводить очень широкий круг операций, в отличие от стандартного инвестора, который может только покупать ценные бумаги. Таким образом, мы с вами рассмотрели структуру долгового рынка капитала, посмотрели главных участников – это банковские структуры и это инвесторы, которые приобретают долговые ценные бумаги. В дальнейшем мы с вами будем более подробно рассматривать долговой финансовый инструмент – облигацию, потому что облигация – это главный источник на сегодняшний день формирования заемных ресурсов для предприятия. С точки зрения вот среди всех ценных бумаг, которые предприятие выпускает, я имею в виду долговых ценных бумаг, облигации занимают определенный приоритет. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...